Невнимательность, безответственность, нарушение скоростного режима. По данным полиции, именно по этим причинам происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Количество подобных инцидентов в последнее время тревожно возросло. Так, в первые два месяца текущего года произошло более ста ДТП, половина из них с участием пешеходов. Ситуация сложная. С одной стороны, пешеход должен чувствовать себя в безопасности на пешеходном переходе. Но ДТП часто происходит именно на этих участках дороги. Если не увеличивать штрафы за нарушение ПДД, не знаю, достигнем ли мы результата. Может, как минимум в качестве эксперимента следует поступить именно так. Но очевидно, что дело больше в культуре и воспитании человека. С этим сложно бороться, и я, честно, не знаю, какие методы покажут эффективность. Идет человек, перед ним пешеходный переход. Можно же посмотреть налево, потом направо, убедиться, что маневр безопасен, и перейти дорогу. Или водители. По правилам, он должен держать обе руки на рулевом колесе и внимательно следить за дорогой, а не смотреть в телефон или с кем-то говорить. Что тут можно делать? Штрафуем. Если не штрафуешь, полиция плохая, ее обвиняют во всех ДТП. Как тут поступать полиции? Пешеходы понимают, что подвергают себя опасности, переходя через дорогу в неположенных местах. Но, к сожалению, это не всех останавливает. Видели что-то, перешли дорогу. Да, я видел, да, видел сим-карты. Вы не боитесь, вот, может... Переходи дорогу в неположенных местах. Боюсь. А почему вы пришли? Просто не знаю. Мы видели, как вы переходили дорогу не по правилам. Вам не страшно? Не боитесь, что собьют? Страшно, конечно. Извините, но я очень спешу. Мы видели, как вы переходили дорогу не по правилам. Вам не страшно? Не боитесь, что собьют? Извините, пожалуйста, поговорим в другой раз. Есть много способов повлиять на то, что происходит на дорогах. Властям следует провести тщательный анализ и определить самые малозатратные варианты решения имеющихся проблем. Те же приподнятые пешеходные переходы, не так дорого их обустроить. И еще, каждый участник дорожного движения должен работать над тем, чтобы транспортный поток был спокойным и безопасным, особенно когда плотность населения высока. По данным полиции, в 2022 году было зафиксировано 2312 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 217 человек. А 2586 человек получили ранения разной степени тяжести. Более подробно об этом смотрите в программе «Городская среда» на канале «Примул Инмолдова» в среду в 19.40.